УЗС, или устройство с зарядовой связью, производят из кремния. Вы спросите, что в нем особенного? Дело в том, что когда на кремнии попадает свет, появляются электроны. Процесс производства начинается с круглой кремниевой пластины шириной 15 сантиметров. Ее помещают в паровую печь на 3-4 часа. Сочетание жара и кислорода с водородом создает на пластине особый стеклоподобный слой. Он изолирует кремний от миниатюрной электронной схемы, размещенной сверху. Прежде чем поставить такую схему, пластину покрывают проводящим материалом. Его толщина меньше микрона. Обычный человеческий волос, например, в 100 раз толще. Робот наносит слой светочувствительной смолы. При попадании на нее света будет происходить химическая реакция. Затем техник подвешивает над пластиной так называемую маску. Рисунок на ней – это часть образца микросхемы. Делая снимок, вы открываете кремниевую пластину лучам света, что приводит к появлению электронов. Схема переносит их в процессор камеры, который трансформирует заряды в образ. Это устройство воздействует на приспособление под маской ультрафиолетовыми лучами. Смола закрыта линиями шаблона микросхемы и остается нетронутой. Она защищает проводящий слой. Смола же на участках, не скрытых шаблоном схемы, уязвима для определенных химикатов. Далее необходимо обрызгать пластину химикатами. Тогда смола растворится и обнажит проводящий слой под ней. Техники повторяют процесс с разными масками от 13 до 30 раз, пока не создадут шаблон микросхемы на пластине. После этого пластину погружают в кислоту, которая разъедает незащищенный проводящий слой. Теперь единственный проводящий материал на пластине – это схема. Оставшееся покрытие из смолы защитило его от кислоты. Следующий шаг – это купание пластины в водопроводной воде. Нужно смыть все остатки. Далее ее промывают еще раз уже фильтрованной водой, чтобы убрать загрязнение от водопроводной воды. Во время производственного процесса особо следят за чистотой. Даже мельчайшая пылинка может испортить пластину. Чтобы защитить и изолировать микросхему, пластину покрывают жидким стеклом и на два часа помещают в печь, чтобы стекло затвердело. Затем поверхность пластины делят на 25 миллионов крошечных квадратных клеток – пикселей. Когда вы делаете снимок, каждый пиксель записывает интенсивность света на маленькой части картины и создает соответствующий электронный заряд. Фильтр УЗС переводит заряд каждого пикселя в цвет. Фильтр производит из трех порошковых пигментов – красного, зеленого и синего. Вместе эти три цвета могут воспроизвести любой цвет. Процессор камеры считывает и воссоздает снятую картину пиксель за пикселем. Каждый готовый УЗС проходит несколько тестов, чтобы проверить исправность всех цепей. Неисправные цепи машина помечает чернилами. Одно неисправной цепи достаточно, чтобы испортить все устройство. УЗС проверяют под микроскопом. Здесь ищут царапины, которые могли появиться во время производства. Это устройство с зарядовой связью на 25 мегапикселей. Вообще же их количество определяется типом камеры, для которой производят УЗС. На этом предприятии дошли даже до 111 мегапикселей. В следующий раз, когда будете говорить «улыбка», помните, что цифровой снимок вы делаете благодаря кропотливой работе над созданием УЗС-проводника в вашей камере. А теперь улыбка!